Что ж, самый первый контракт для Айрин, самый молодой из ассасинов братства, оказался очень странным и чуть ли не закончился ее смертью. В конечном итоге она прибежала в церковь, попросила помощи у священника, и сейчас мы узнаем, как события будут развиваться дальше. Я услышал шум. Всевышний Милосердный, вы в порядке? Так, какой вариант ответа мы выберем? Ну, да кто ты такой, мне кажется, очень будет грубо и невежливо ему ответить, поэтому... А я и сама справилась в данном случае, мне кажется, очень глупым, потому что сама бы она уж точно не справилась, иначе зачем бы ей тогда было стучаться в церковь? Если бы сама справилась, так убежала бы, не знаю, в другое место куда-нибудь, поэтому просто поблагодарим. Спасибо. Не знаю, что бы они сделали со мной, если бы не ты. Всегда рад оказать помощь. Ладно, как бы то ни было, пока что вам не угрожает опасность, но я бы не стал на это сильно рассчитывать. Да, я понимаю, что церковь не сможет надолго дать мне приют. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить вас. Но эти люди, я слышал о них. Секта Темного Пришествия, верно? И что же они хотят от вас? М-м-м... Лучше промолчу, я без понятия, ты вряд ли поверишь. Ну ладно, как-то с ним ерничать мне пока что не хочется. Это прозвучит не очень убедительно. Хм, я каждый день слышу эти слова. Не бойтесь, я поверю. Это моя обязанность перед Всевышним. Что ж, это была часть моей работы, но... Мое занятие явно покажется богомерзким для такого, как ты. В воле Всевышнего мы находимся на том пути, который нам предначертан. Я не вправе осуждать вас. Тогда... Я, в общем-то, наемный убийца. Неужели? Из братства. А вы, церковники, о нас знаете. Приятно слышать. Да, я член братства. И это был мой первый контракт. Все пошло не так, как я ожидала. Заказчики оказались сектантами. Я выполнила контракт, но это оказалась часть какого-то ритуала. Они хотели поработить демона. Демона? Ох, Всевышний, ради чего? Сила демонов не предмет для бездумного использования. Они не знают, что творят. И что же, у них вышло? Нет. И не думаю, что выйдет, пока у меня есть эта метка. Правда, теперь из-за этой штуки за мной будет охота. Позволь... Позволите взглянуть? Не обязательно обращаться ко мне так. Но... Хорошо. Я так и не узнал вашего... Твоего имени. Я Айрин. А тебя мне как называть? Святой отец? Бенджамин Кэррингтон. И я вовсе не святой отец. Кэррингтон... Так ты сын архиепископа? Не совсем. Приемный сын. Так будет вернее. Священнослужителям ведь запрещено заводить детей. Вот как. Что ж, приятно познакомиться. По поводу твоей метки. Я чувствую необычайную мощь, но она имеет демоническое происхождение. Как ты говоришь, ее получила? Я без понятия. Демон пытался убить меня, но я просто коснулась его. И ощутила, как его сила словно переходит ко мне. Необыкновенно. Простой человек, коснись он такого сильного демона, сразу же погиб бы. Но ты по какой-то причине не просто выжила, но и смогла забрать частицу его силы. Возможно, эта способность дана тебе с рождения. Она носит духовный характер. Члены секты сказали, что эта метка может убить демона. И поэтому сам факт того, что она у меня теперь есть, помеха для них. В этом стоит разобраться. Я услышала голоса. Что тут происходит? Ой, у тебя гости? Я дал этой девушке право убежище в нашей церкви. Будь с ней вежлива, Сюзанна. Неужели? С каких это пор мы даем убежище кому попало? Всевышний! Что это у нее на руке? Метко, Сюзанна. Да, я вижу. Но от нее прямо несет демоном. Брат, она не должна находиться в святом месте. Это не тебе решать. Всевышний указал ей путь сюда. Мы лишь смиренно должны подчиниться его воле. И укрывать ей в церкви демона? Да ты с ума сошел? Нет, я отказываюсь участвовать в этом. Ну, хоть один здравомыслящий человек. Потому что Бенджамин, по всей видимости, подпал под чары Айрин. И поэтому не хочет ее никуда отпускать. Да-да. Не обращай внимания. Моя сестра бывает чуть не сдержанной. Что поделаешь, крестоносцы порой забывают о хорошем тоне. А она не слишком молода, чтобы быть крестоносцем. А я не слишком молод, чтобы служить в церкви. Она так отчаянно стремилась стать воином, чтобы защищать тех, кто ей дорог, что архиепископ просто не смог отказать ей. Но ты права, я тоже считаю, что Сюзанна еще мала для такого. Но спорить с ней нет смысла, поверь мне. Ну и что теперь? Прикажешь сидеть здесь, пока что-нибудь не прояснится? Как ты уже заметила, за тобой и за этой меткой теперь будет охота. Поэтому тебе небезопасно находиться за пределами церкви, особенно сейчас. Темное пришествие, эта богопротивная секта, словно старая рана на теле нашего города. Все не желает затянуться. Сколько сил как духовенства, так и светская власть отдали на борьбу с ней, но безуспешно. А сейчас, благодаря революции и гражданской войне, они не просто укоренились в Вествике, но и нашли себе огромное множество последователей. Поэтому опасность будет таиться за каждым углом. Но я должна вернуться в братство, обо мне будут беспокоиться. Это не лучшее решение. Нужно обезопасить тебя. И кажется, я знаю, как мне это сделать. То есть у тебя есть план? Хм, у меня всегда есть план. Но если серьезно, тебе нужна та защита, которую я не могу обеспечить. Но есть один человек, который сможет нам помочь. Нам? Разве тебя касаются мои проблемы? До тех пор, пока церковь остается твоим убежищем? Да. Тогда что ты мне хочешь предложить? Ты должна добиться протектората Эрла Вествика. Только он сможет дать тебе защиту за пределами церкви. И, слава Всевышнему, я знаю того, кто мог бы, скажем так, подготовить почву. Кроме того, надо решить проблему с меткой. Если есть способ избавиться от нее, ты должна попытаться. Если есть способ, значит, быть может, она останется у меня насовсем? К сожалению, я не знаю ответа. Есть один шаман в северных лесах. И раз у нас нет ответов, подскажут духи. Церковник верит в духов? Неожиданный поворот событий. Я не отрицаю того, с чем сталкивался лицом к лицу. Я вообще должна сказать, что Бенджамин очень неординарный священник. Да, зная, в принципе, я же проходила все руты в этой игре. И помня, в общем-то, его взаимоотношения с Айрин. О, да. Как бы то ни было, вот что тебе нужно сделать. Поговори с рыцарем Стюардом из Ордена Эрла. Он поможет найти решение обеих проблем, как с протекторатом, так и с шаманом. Но у него немного тяжелый характер. И, вероятнее всего, договориться с ним будет, мягко говоря, непросто. Я умею находить общий язык с такими людьми. Очень на это надеюсь. Что ж, тогда не следует с этим затягивать. Я подготовлю для тебя комнату, чтобы ты смогла отдохнуть. А завтра, завтра будет тяжелый день. Спасибо тебе, Бенджамин. Без твоей помощи я даже не знаю, что бы было. Я рад, что ты так думаешь. Но по правде, я ведь не сделал ничего такого. Вроде бы и не сделал. И, кстати, да, вот смотрите, можно еще с ним пообщаться. Можно, конечно, сразу пойти спать. Но можно попытаться поговорить о чем-нибудь еще. И давайте мы с ним и поговорим. Расскажи мне об архиепископе. Значит, архиепископ вырастил тебя, как я понимаю. И как так вышло? Мы с сестрой родом из Оверхилла. Думаю, ты наслышана о той трагедии десятилетней давности? Травли огнем. Да, я в курсе. Императорская армия выжгла половину города в надежде подавить революцию. Да, в тот день я и Сюзанна потеряли родителей. Дети войны, так называют таких, как мы. Стоя на попелище нашего дома, я проклинал все в этом мире. Потом в Оверхилл приехали церковники. Они пытались помочь людям, потерявшим все. Конечно же, у них были определенные политические мотивы. Но это было не так важно. Тогда-то я и встретил архиепископа. Он пожалел двух убогих сирот, не оставил нас на произвол судьбы. И увез с собой воствер. После этого архиепископ настоял на том, чтобы мы стали носить его фамилию и герб. Так мы с сестрой стали Кэррингтонами. Я всегда была несколько иного мнения о церковниках. Не думала, что им свойственно сострадание. Вероятно, дело было не в сострадании. Но мне не важно, что послужило причиной его добродетели. Я просто рад, что Всевышний дал мне такой шанс. Мне вот интересно. Ты не жалеешь, что посвящаешь свою жизнь церкви? Мой отец архиепископ, если ты не забыла. Думаешь, у меня был выбор? Прости, конечно, но тебе на вид не больше двадцати и... Мне восемнадцать. Тем более. Тебя же вся жизнь впереди, а ты... Тебе нравится жить с постоянными ограничениями? Ограничения? Например. Например, разве церковники не дают обет целомудрия? Это трудный вопрос. Все духовенство делится на черное и белое. Черное живет по жестким запретам. А вот белое более свободно в выборе. Поэтому такие моменты, как обет целомудрия... Ну, это не всегда обязательно. И здесь вот есть этот вариант. Романтический вариант ответа. Но уж, простите, я не на Руд Бенджамина хочу выйти. Поэтому давайте просто скажем. Это смело. Должна признать, я была не права. Посвятить жизнь служению церкви и людям, отказываясь от своих желаний, это можно назвать подвигом. Я тоже так думаю. Поэтому я и здесь. Так, ну и... Все, пожалуй. Ладно, не будем дальше болтать. Пойдем сразу в комнату. Думаю, я узнала все, что хотела. Как тебе угодно. Тогда поднимайся наверх и отдохни. Ты все еще здесь? Соскучилась по мне? Вот тут, я думаю, поязвить можно. Неужели ты мне не рада? Я думала, что приглянулась тебе. Я задала вопрос. И долго ты будешь торчать тут? Твой брат разрешил мне остаться. Какие-то проблемы? Да, проблема сейчас стоит передо мной. Я поняла. Я тебе не нравлюсь, да и ты мне тоже. Не лучше ли нам будет просто не сталкиваться, чтобы не действовать друг другу на нервы? Тебя коснулся демон. Посему тебе здесь не место? И я не смогу спокойно спать, пока знаю, что ты рядом. Тогда сладких тебе снов, особенно в ближайшее время. Я буду следить за тобой. И поверь мне, если ты хочешь навредить моему брату, то советую подыскать себе хорошее местечко на кладбище. Какие славные изречения из уст служителя церкви. Спокойной ночи. Иди, пока я разрешаю тебе. Ну, спасибо большое. И дальше, по-моему, поговорить с ней она все равно мне не даст. Поэтому мы сразу в такую вот мрачную келью зайдем. Ах, что ж, это был безумно долгий день. Наконец-то я смогу передохнуть. Небо, кроваво-красное и тяжелое, словно вот-вот обрушится на твою голову. В воздухе стоит затхлый запах гари. Кто-то плачет, так далеко. Но этот звук отчетливо пульсирует в твоих висках, не давая сосредоточиться. Тепло. Так близко. Что-то горит. Кто это кричит так громко и так пронзительно? Всевышний отвернулся от нас. Спасения нет. Мы должны смиренно покориться его воле. Покориться? Как можно просто ждать смерти, даже не попытавшись? Тебе не показалось. Это был твой голос. И что же ты будешь делать, человек? Бездумно бросишься на владыку, пожертвовав своей жизнью? Я всегда говорил, что люди не способны принимать правильные решения. А даже если и так, у тебя есть идеи получше? Давайте-ка вместо споров найдем какое-нибудь решение, наконец. Город, между прочим, догорает, пока вы тут дискутируете. Мы не можем допустить твоей смерти. Без тебя мы не справимся. Должен признать, что мальчишка прав. Только твоя сила спасет нас. Но если ты умрешь, все наши попытки обратятся в прах. Я должен сделать это, а не ты. Это мой долг. Нет, больше никто не пожертвует собой. И эта сценка, судя по всему, была неким предсказанием будущего. А все те персонажи, которые были под значками вопросов, наша будущая команда, так сказать. Те персонажи, с которыми мы еще не познакомились, но обязательно познакомимся. Всевышний, что это было? Кажется, просто сон. Но на секунду мне показалось, что все было по-настоящему. Надеюсь, я не разбудил тебя? Если так, я могу зайти попозже. Мне очень льстит твоя забота, но все в порядке. Тогда тебе следует посетить поместье Эрла. Вот карта. Я отметил на ней, куда тебе нужно будет идти. И вот еще что. И, кстати, с учетом того, что сейчас за ней охотится целая безумная секта, Бенджамин спокойно отправляет ее одну куда-то в поместье Эрла. Ну, я даже не знаю. Не очень-то это логично. Дал бы ей хоть ту же Сюзанну в провожатые. Хотя, конечно, она не слишком-то рвется, но тем не менее. Что-то не так? Твоя одежда. Лучше будет сменить ее. Так ты будешь привлекать меньше внимания. Мы тут можем вроде как и не согласиться, но, в принципе, спорить я не хочу. Ну, давайте пошутим. А чем тебе не нравится моя одежда? Чересчур вызывающая для церкви? Я вовсе не это имел в виду. Давай посмотрим, какую монашескую рясу ты мне предложишь. Хорошо. Тогда я оставлю это здесь. Можешь идти к Эрлу, когда будешь готова. Ну, одежда как одежда, в общем-то. Ну, должна признать, что все не так уж и плохо. Этот Бенджамин что-то досмыслит в женской одежде. Что ж, пора отправляться в путь. Это меню карты. Да, теперь у нас еще и появляется с вами карта, по которой мы сможем очень быстро, так сказать, телепортироваться в нужные нам места. Давайте смотреть, что же здесь... Ох ты, блин, такая громадная карта на самом деле. Но, мне кажется, конечно, не прям по всей этой карте мы будем перемещаться, но мест здесь будет больше. Церковь находится здесь, а поместье Эрла вот здесь. И, кстати, да, нужно будет сохраниться. Нужно будет, наверное, сохраниться, а то я забуду. Поместье Эрла Вествика. Чудесно. Слышала, что его дед стал жертвой братства по заказу своего собственного сына. Ох, как же я не люблю эти творцовые эльтриги. Итак, надо найти этого рыцаря. Задачка не из легких. Ох, сколько же тут рыцарей. И кто из них он? Миледи, могу я вам чем-нибудь помочь? Вот повезло. Конечно же, можете. Я ищу рыцаря Стюарда. Как же его имя? Бенджамин записывал его где-то. Здесь только один рыцарь Стюард, Миледи. Вон, Аболтус, что сидит около башни, как раз тот, кто вам нужен. Правда, позвольте полюбопытствовать, Миледи. Пожалуйста. Ради чего такой милейшей особи вести с ним дела? Если хотите найти рыцаря для защиты, то здесь найдутся кандидаты и получше. А этот? Он ненадежный, бездумный и, простите, словно проклятый. Как будто сам Всевышний решил сыграть с ним злую шутку. Я вообще удивлен, как он, так долго находясь здесь, не смог пробиться к должности получше. Но я здесь по личному вопросу. Тогда, Миледи, вынужден вас разочаровать еще больше. Вы далеко не первая особа, кто приходит сюда с этой целью. Но он еще никому не дал ни малейшего намека на взаимность. Поговаривают, ведьма из леса околдовала его. И, прошу прощения, опорочила. Так что теперь ему и дела нет до милых дам. Как вы лестно отзываетесь о своих товарищах? Мой долг – уберечь вас от страданий. Не связывайтесь с этим человеком, Миледи, если не хотите настрадаться. Пожалуй, я рискну. Всего доброго. Мы страдания любим. И поэтому, конечно, отправимся прямиком в бой. Вот он, моя лапочка. Вот он тот самый, с кем я прошла эту игру на первый рут. И, в общем-то, нисколько об этом не пожалела. Сэр Эрон Стэнфорд Уэйн, я полагаю? Ко мне так обращаются, либо когда совершенно не знают меня, либо когда от меня кому-то что-то нужно. Ты из которых? Получается и то, и другое. Тогда давай так. Не надо обращаться ко мне так официально. Я не люблю это. Просто Эрон. Договорились? Договорились. Просто Эрон. А ты кто? Ну, в смысле, чего тебе надо от меня? Я занят, между прочим. Да я вижу, как ты занят. Меня зовут Айрин. И, в общем-то, я от Бенджамина. Я заметила, как сильно ты занят. Видимо, подпирать забор – очень важное дело. А то, нужно же кому-то этим заниматься. Проехали. Не думал, что у нашего святоши есть такие знакомые. Ну да ладно. Чем могу быть полезен? Тут такая ситуация. Мне бы очень пригодилась твоя помощь в двух весьма деликатных моментах. Хе-хе. Даже в двух? А не много ли ты захотела? Мы едва знакомы. Допустим, я соглашусь. Не советую сильно рассчитывать на это. Но до тех пор, пока не надо убивать драконов, я согласен обдумать твои просьбы. Ты не любишь драконов? Что ты? Просто обожаю этих смертоносных огнедышащих тварей. Поэтому и убивать их не стану, учитывая то, что они давно вымерли. Что ж, это не связано с драконами. Мне нужно добиться протектората Эрла. И Бенджамин уверен, что ты мог бы поспособствовать этому. Да ладно. И я должен заговорить Эрлу зубы, чтобы он помог тебе? На это ты рассчитываешь? Это будет непросто. Думаю, ты уже заметила, что я здесь не на самом лучшем счету. И Эрл вряд ли даже прислушается. Но ты же можешь хотя бы попытаться? Мне необходима защита Эрла. Ну за что мне это все? Эх, ладно. Я поговорю с Джозефом. Он, конечно, пропустит все мимо ушей. Ну и пускай. Ты же настаиваешь. Погоди. Джозеф? Ты про Эрла? Ну да. Какая догадливая. Ты называешь Эрла Джозефом? Просто Джозефом? У вас, рыцарей, это нормально? Ну в смысле? Обращаться так по отношению к своему сюзерену, это как-то странно. А как еще мне называть этого засранца? Кхм. Ладно, просто забудь. Я поговорю с сэром Джозефом. Так лучше? Проехали. Я предупредил, что это бесполезно. Эрл человек, чье доверие не так просто завоевать. Так что тебе придется доказать ему, что ты действительно стоишь его защиты. Но что еще? В смысле? Ты до сих пор не свалила. Что еще ты от меня хочешь? Ах, ну да. Мне нужно найти шамана из северных лесов. И ты вроде как знаешь, где он. Пен, вот же трепливый мерзавец. Что он тебе сказал? Сказал, что ты знаком с шаманом. Эй, не надо так злиться. У тебя есть карта? Я отмечу тебе путь и на этом все. Так ты не пойдешь со мной? Ни за что! Ноги моей не будет в этой треклятой общине. И если тебе не хватает мозгов, иди туда сама. Поговоришь с Ваал Рейн. Думаю, тебе ответят на все вопросы. Что ж, спасибо и на этом. Если снова придешь сюда расспрашивать о шаманах, на меня можешь не рассчитывать. Я вряд ли даже заговорю с тобой. Да, пожалуй, я могла бы догадаться. Тогда лучше отправляйся прямо сейчас. Мне нужно время, чтобы поговорить с Эрлом. Мы, конечно, могли бы отправиться прямо сейчас. Но раз уж у нас есть замечательная возможность еще с тобой поговорить. Кстати, вы заметили, что у него глазки разного цвета? Так интересно. Да, у нас есть возможность поговорить с Эроном еще. И как раз таки у нас сейчас появится возможность, как и в разговоре с Бенджамином, произнести какое-то предложение, окрашенное в романтические тона. Поэтому почему бы и нет. Можно спросить кое-что? Хочешь побеседовать? У меня нет желания участвовать в этих глупых расспросах. Ладно, не смотри на меня так. Я шучу. Спрашивай, что хочешь. Вроде бы не был сильно настроен на разговор, а сейчас уже такой весь из себя желающий поболтать. Ну, тоже не совсем, наверное, логично. Но ладно. Так, давно ли ты стал рыцарем? И о тебе ходят нехорошие слухи. Вот, кстати, давайте про это поговорим. Я наслышана о тебе от твоих товарищей. Вот оно как. И что же они говорят? В основном не самые приятные вещи. Это понятное дело. Завидуют, поверь мне. Ведь не всем дано родиться таким, чего уж тут лгать, красавцам. Ну, а если серьезно, почему тебя тут недолюбливают? Вроде ты нормальный парень, самодовольный немного, но не более. Ну, я знаю, чего меня не взлюбили. Некоторые считают меня лентяем и бездельником, просто потому что я не выслуживаюсь перед Эрлом. Почему это за семь лет я не стал, скажем, рыцарем-капитаном? Да потому что я не хочу быть подхалимом. И моя должность меня вполне устраивает. А еще я привык говорить в лицо то, что думаю. Поэтому плюс ко всему меня считают заносчивым и самовлюбленным засранцем. Про то, что я прокаженный, ты тоже слышала? Ну да. Это из-за глаз. Наши гордые и суеверные рыцари уверены, что я какой-нибудь демон. Пускают слухи о том, что моя мать была ведьмой. Ну, тут свою роль сыграло и мое знакомство с шаманами, но об этом я, если честно, не очень хочу говорить. А еще они говорят, что ты боишься женщин. Что за чушь? Ну ведь ты женщина и что же? Я разве убегаю от тебя с воплями? Вроде бы нет, но кто тебя знает? Увы, я ничего не могу сделать с общественным мнением. Я им не нравлюсь и все тут. Обидно только, что их отношение ко мне не всегда справедливо. Ладно, лучше бы мне заткнуться. Ты ведь сюда прислала не выслушивать мои жалобы, а то еще подумаешь, что я нытик. Мне нравится слушать тебя. Нет, но мне приятно общаться с тобой, поэтому можешь продолжать? Как-нибудь в другой раз. Буду ждать с нетерпением. Неужели? Знаешь, я привыкла верить тому, что вижу сама, а не тому, что говорят другие. И что же ты видишь? Очень хорошего парня, у которого просто нет возможности доказать это. Однако мне ты это уже доказал. Я бы на твоем месте так не говорил, потому что определение «хороший» — это не ко мне. Просто говорю, что думаю. Ты ведь и сам так делаешь. Видеть только хорошее в людях — признак глупости. А ты, милый, когда злишься. Эй, я вовсе не... Я... Я хотел сказать... Прости. Я частенько говорю дурацкие вещи. Не обращай внимания. Ну, ладно, ладно. Все, мы не будем тебя смущать. Пойдем дальше. Что ж, пожалуй, я отняла достаточно твоего времени. Пора отправляться к шаманам. Времени у меня навалом. А кто же будет стену подпирать? Кстати, могу я спросить тебя? Вперед. Зачем тебе все это? Ну, я имею в виду протекторат Эрла и шамана. Ммм, интересуешься мной? Ого, хочешь узнать побольше о моей жизни? Какая прелесть. Ну, скажем, я убила кое-кого. Мило, теперь я жажду подробностей. Ну, на самом деле у меня крупные неприятности. За мной охотится секта. Для этого мне и нужна защита Эрла. А вот насчет шамана. Я полагаю, что только он сможет помочь мне избавиться от этой метки. Собственно, из-за нее за мной и охотятся. Ага, значит, ты встала на пути у темного пришествия? Похвально. Они уже много крови нам попортили. Ну, а метка... Она ведь не демоническая, я надеюсь? В общем-то, ты угадал. Как ты вообще получила ее? Баловалась темной магией или что? Ну, я ассасин из братства. И у меня был своеобразный контракт, в конце которого... В общем, все очень запутано. Ты? Ты ассасин? Прости, но ты не особо смахиваешь на наемного убийцу. Все интереснее и интереснее. Что ж, думаю, шаманы действительно смогут помочь. Они с духами уже давно на короткой ноге. Но вот тебе совет на будущее. Не надо их злить. А то... В общем, всякое может случиться. Спасибо за предупреждение. Буду иметь в виду. Ты вроде бы собиралась уходить. Да, мне пора. Удачи там, что ли? Сейчас лишь на нее рассчитывать и приходится. Да-да-да, мы с тобой очень долго проболтали, друг мой. Но теперь мы действительно должны выдвигаться. О-о-о, как это далеко. Это ж прям получается за городом. Слава богу, что у нас есть карта. И мы все это не своими ножками проходим. Удивительное спокойствие. В такой тишине легко забыть о том, что за этим лесом идет война. А я ведь никогда прежде не сталкивалась с шаманами. Они не маги, но могут контролировать силы, схожие с магическими. Неудивительно, что они живут так далеко от города. Обычные люди явно были бы не в восторге от такого соседства. Надо продолжить путь. Идти осталось уже недолго. Но вот мы, собственно, и на месте. Что тебе нужно? Я хотела бы поговорить с шаманом Ваал Рейн. Что? Да ты ведь не одна из нас. Я не пропущу тебя дальше. Ну, я просто пришла поговорить. Не надо горячиться. Убирайся отсюда. Мы чужакам не рады. Я что, такая опасная? Действительно. Нет, давайте-ка на этот раз разозлимся. Ну-ка, пропусти меня. Послушай, лучше тебе пропустить меня прямо сейчас. Или будешь собирать свои зубы с земли. Ну, тоже, конечно, чересчур агрессивно. Какая дерзкая простачка. Выметайся отсюда. Ну уж нет. Я и шагу не ступлю. И только посмей попытаться меня выставить. Да что ты вообще хочешь от нас? Вот. Все дело в этой метке. Я хочу от нее избавиться. Да уж. Никогда не видела такого. Но. Все равно я не пропущу тебя. У старейшины и так слишком много дел. И на помощь простакам у нее уж точно нет времени. Может, я сама могу решать, на что у меня есть время и на что нет? Старейшина Белатриса. Прошу прощения, я... Я знаю, что ты не хотела. Просто в следующий раз, когда те, кому нужна наша помощь, придут сюда, я бы тебя попросила быть более сдержанной. Да, я... Конечно. Прошу меня простить, старейшина. Я не хочу вас отвлекать, но могу я теперь поговорить с Ваал Рейн? Естественно, радость моя. Чем я могу тебе помочь? Так это вы? Ага. Беатриса Ваал Рейн. Прошу любить и жаловать. Старейшина. У нее на руке. Я не слепая. Кроме того, я учуяла эту метку сразу, как девушка вошла в лес. От нее исходит довольно своеобразная энергия. Я, пожалуй, оставлю вас. Итак, дай угадаю. Ты хочешь от нее избавиться, и поэтому ты здесь. Но у меня есть несколько вопросов. Во-первых, как ты получила эту метку? Странная история случилась. Я вроде как украла часть силы у демона. Украла? Да ты верно шутишь. Или не шутишь? Вовсе не шучу. Этот демон Бара... Бала... Бафосар... Бафомет. Это нехорошо. Так что он сделал? Он коснулся моей руки. Сказал, что это убьет меня. Но не вышло, как можно заметить. И затем появилась метка. Метка владыки, стало быть. И как ты попала в его клетку? Темное пришествие. Эти сектанты пытались совершить какой-то ритуал. Кажется, они хотели поработить демона. И так вышло, что я неосознанно им помешала. Вот скверно. Эти треклятые черви играют с нешуточной силой. Давно знала, что пора вмешаться. Так вы сможете мне помочь? Я-то? Без понятия. Что значит без понятия? Неужели нет способа как-то ее снять или... Я не знаю... Рассеять? Может и есть. Но стоит ли от нее избавляться? Вот в чем вопрос. Вы хотите сказать, что я должна ее оставить? Да меня чуть не убили из-за этой штуки. Ну уж нет. Ты не понимаешь, радость моя. Эта метка – вместилище силы Бафомета. Пускай тут лишь крошечная ее часть, но даже так. Ох, ведь это огромная мощь. Мне не нужна такая сила. Я просто хочу стать нормальной. Понимаю. Могу я спросить еще кое-что? Конечно. Как ты узнала о нас? Я имею в виду нашу общину. Ну, Бенджамин из церкви помог мне. Он отправил меня к рыцарю Стюарду Эрла, а тот... Рыцарь? Стюарт? Я про Эрона. Вы ведь знакомы с ним? А что? Значит, этот мальчишка указал тебе путь. И где же он сам? Он остался в резиден... В... Он остался в резиденции Эрла, я полагаю. Ах, он остался в резиденции. Что же, у него так много дел? Ну, на самом деле, он не особо горел желанием идти со мной. Что значит не горел желанием? Что именно сказал этот ведьмин подкидыш? Ах, Всевышний. Он сказал, что его нога больше не ступит сюда. Скверно! Да чтоб его изжарили черти! Будет знать, как голову морочить треклятый мутант! Смотрю, у вас весьма напряженные взаимоотношения. Да не то слово. Белатриса просто втюрилась в Эрона по уши, а он, естественно, этого чувства не разделяет, поэтому и скрывается от нее как может. Напряженные? Ха! Да ты понятия не имеешь, какие у нас взаимоотношения. И не хочу знать, если честно. Неважно. Передай этому стервятнику, чтоб больше не подсылал сюда никого. Иначе я скормлю его сердце фурием. Ээээ, я... Ладно, я так ему и скажу. Так, нужно полистать древние свитки. Быть может, я найду в них что-нибудь по поводу твоей проблемки. Приходи позже, одна. Спасибо, Белатриса. Не за что меня благодарить, радости моя. Пока что. Поверь, мне и самой теперь интересно узнать об этой метке побольше. В противном случае я бы не согласилась помочь. Ну, раз мы добились согласия о помощи, стоит ли нам с ней еще о чем-нибудь разговаривать или нет? Давайте попробуем. Можно спросить кое-что? Да, само собой. Только учти, мы не раскрываем наши профессиональные секреты чужакам. Так, почему шаманы живут здесь? Что между вами с этим рыцарем? Ну, ты ж сама говорила, что не хочешь знать, что между ними. Поэтому про это мы спрашивать и не будем. Вы, шаманы, живете так уединенно? Вам правда лучше находиться вдали от города? Быть может, мы и хотели бы жить в Вествике. Дикий лес хранит много опасностей даже для нас. Однако горожане не примут нас. Они убеждены, что шаманы и маги одно и то же. Лучше мы останемся здесь, в лоне матери природы. То есть, в принципе, к магам отношение не очень хорошее у людей. Но вы не маги. Я наслышана о царительных способностях шаманов. Если бы люди только знали. Раз ты носишь посох, ты маг. И не важно, что этим посохом ты направляешь духов, а не творишь заклятия. Значит, вы жертвы людских предрассудков? Не только мы, но и маги. Нас боятся, потому что мы сильнее. И посему нас ненавидят. Но разве то, что вы черпаете силу от духов, не делает вас похожими с магами? Маги с рождения связаны с миром духов. Их силы текут из того мира, и маги неосознанно пользуются ими, даже не зная, откуда они берутся. Мы же не обладаем такой связью. Но благодаря договоренностям с духами, мы можем одалживать их силы. Мы чтим духов, они делятся силами. У нас, шаманов, есть баланс. Магам тут повезло меньше. И поэтому, когда они начинают злоупотреблять, когда они берут слишком много, мир духов начинает требовать взамен. Так маги теряют души. Ну и... Впрочем, ты знаешь, что происходит потом. Маги становятся инферналами. Да, я знаю. Страшно знать наверняка, что рано или поздно тебе суждено быть чем-то таким. Потому иногда я даже сочувствую этим несчастным. Знаете, Белатриса, если честно, я представляла старейшину-шамана немного по-другому. Ах, какая жалость. Прискорбно, что я не оправдываю твои ожидания, радость моя. Не поймите меня превратно, просто... Вы слишком молоды для... этого. Просто удивительно, как моя ровесница может быть старейшиной. А сколько тебе лет? Девятнадцать. Ну ты мне льстишь. Это ты молода. А мне намного больше, поверь мне. Я повидала столько всего на своем веку. Я застала расцвет этого государства. Да, при императоре Алексисе были времена. А теперь империя гибнет, разъедаемая гражданской войной. Печально осознавать это, прожив столько лет. При императоре Алексисе? Но ведь он же умер восемьдесят с лишним лет назад. Ах, кажется, я сболтнула лишнего. Это все благодаря вашим силам шамана? Я имею ввиду сохранение молодости и прочее. Все может быть. Ну, как бы понятно. На самом деле ей там лет, не знаю, триста или сколько-то уже. Ладненько. Большое тебе спасибо. Я думаю, теперь мы будем отправляться дальше. Точнее, обратно отправимся в поместье Эрла. Ну что, есть какие-нибудь новости? Как сказать? Определенно, какие-нибудь новости у меня есть. Связаны ли они с тобой? Другой вопрос. Меня интересуют лишь те, что касаются меня. Сразу к делу, да? Мне нравится такой подход. В общем, я поговорил с Эрлом, и он даже согласился принять тебя. Но это далеко не значит, что он будет и в дальнейшем таким сговорчивым. Хочешь сказать, мне надо привести ему убедительные доводы, чтобы он обеспечил мне защиту? Я хочу сказать, что тебе надо подключить все свое обаяние или что там у тебя есть, чтобы добиться его внимания к своей проблеме. И что за человек Эрл Джозеф? Упертый, как баран. Самоуверенный до тошноты. Справедливый и добродушный. Но порой я смело поставил бы под сомнение эти определения. Его тяжело назвать человеком семейным. Иногда кажется, что он проводит больше времени со своими бойцами, чем с детьми. В политике он слаб. Но если дело касается военных вопросов, лучшего тактика не сыскать. Ах да, совсем забыл. Эрл отлично умеет убеждать других. Он способен за пять минут доказать тебе, что синий это красный, и ты в это поверишь. Он весьма интересный человек. Нужно быть на стороже. Да нет в нем ничего интересного. И вот еще что. Эрла тебе бояться не нужно. Сделать так, чтобы он встал на твою сторону, плевое дело. Однако, если тебе не удастся убедить его сына, возникнут проблемы. А его сын, значит, та еще сволочь? Вовсе нет. Просто Эрл уж больно сильно равняется на его мнение. Ах да, Белатриса просила передать, чтобы ты больше никому не говорил про их общину. Хех, подумаешь. Она была весьма настойчива. С огромной радостью так и сделаю. И есть еще кое-что, о чем я хотела бы поговорить. Ты не подумай, что я уж больно любопытная, но... Да говори, что пожелаешь. Люблю ее языком почесать, если ты не заметила. В общем, я хотела сказать, что... Белатриса не такая ужасная, какой ты ее себе представляешь. Да неужели? Это она тебя надоумила? Тяжело не заметить, что между вами какие-то разногласия. Разногласия? Да я с радостью бы не слышал о ней ничего и жил себе спокойно. Ты думаешь, я ее трогаю, предвзято к ней отношусь? Как бы не так. Что она тебе такого сделала? Это не имеет значения. Просто знай, что она чудовище, прячущееся за образом святой наивности. А ее ведьминское сердце знает лишь, как причинять беды. Одно могу сказать точно. Не доверяй ей. Дело, конечно, твое, а вот только потом не жалуйся. Тогда лучше не буду лезть. Извини, что завела этот разговор. Забудь. Это просто не самая приятная для меня тема. Ладно, иди за мной. Ну, а добиваться протектората Эрла, я думаю, мы с вами будем уже в следующей серии. Большое спасибо, что посмотрели сегодняшнюю. Как вам она? Можете написать комментарий по поводу того, что происходит здесь. Скоро увидимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!